БОГРАЧ БОГРАЧ это то блюдо, которое к нам пришло от венгров И в переводе с венгерского БОГРАЧ обозначает котел или котелок Поэтому если вы на плите хотите варить этот суп замечательный Назовите его как-нибудь по-другому, но не БОГРАЧ Потому что БОГРАЧ это прежде всего живой огонь и казан Для более выраженного вкуса нам понадобится копченый подчеревок Путешествия по Западной Украине я обратил внимание, что БОГРАЧ варят из разного мяса Но лучший БОГРАЧ, который я ел и который мне понравился, который я сегодня готовлю Он не считая бекона, из трех видов мяса Это говядина, баранина и свинина После того, как мы немножечко прижарим бекон Первое мясо, которое мы положим, это будет говядина Говядину специально, если можно крупный план Говядину я специально беру, это грудинка Здесь присутствует и жирок, и немножечко коллагенных пленочек Для того, чтобы получить более плотный бульон Не могу понять, откуда дым, откуда дым, откопченности или от костра Но пахнет уже вкусно Так, вот наши шкварочки начинают поджариваться И теперь очередь за говядиной Для того, чтобы удобнее было мешать Вот видите, взял самую большую ложку, которую мог найти И даем говядине прижариться до слегка золотистого света Буквально 5-7 минут Так, еще минутки 3 ему обжарится И будем добавлять следующее мясо, которое мы добавим, это будет баранина Так, мясо наше начало обжариваться И пора добавить баранину Все нарезаем небольшим кубиком Так, мясо наше начало Мясо мы не солим Так как соль вытягивает из мяса влагу И мясо становится менее вкусным Потому что в этом супе основное, это не только бульон Но и вкусное мясо Баранину прижариваем мы буквально чуть-чуть Добавляем теперь свинину Как я говорил Все режем небольшим кубиком У венгров этот суп называется гуляш Он известен еще с 9 века нашей эры Гуляш в переводе с венгерского будет обозначать мясной пастуший суп Венгрии его еще варили тогда, когда населяли приволжские степи Откуда их монголо-татары согнали в Европу А, к сожалению, советская торговля Или, как его принято сейчас называть, советский общепит Из великолепного супа Сделала, в принципе, не менее великолепно второе блюдо Которое известно советскому общепиту мне, моим родителям Да и многим, кажется, моим гостям Гостям ресторанов и от провинции По столовым советского общепита Тушеная говядина Хотя, изучая историю кухни В большинстве своем ленгрый гуляш готовили только из курицы Также сегодняшним мастер-классом Начинается серия мастер-классов Каждую субботу в январе, феврале Зимняя серия мастер-классов Под открытым небом, на дровах Январь я хочу познакомить с нашей кухней Не просто украинской кухней А нашей региональной местной кухней Потому что я был очень приятно удивлен Будучи в Египте Я делал презентацию нашей региональной полтавской кухни Это галушки и солянка Солянку я варил с добавлением опашнянского чернослива Великолепно Так как в арабской стране свинины нет Копчености в нашем понятии нет А надо было добавить определенный ингредиент Для того, чтобы поиметь слегка дымный вкус Использовал наш опашнянский копченый чернослив Великолепная получилась солянка Ну а от полтавских галушек с курицей Арабские повара были вообще в восторге И это мне дало мысль задуматься о том, что Все-таки наша полтавская кухня Одна из лучших кухонь в Украине Тем более она адаптирована под любые вероисповедания Потому что наша полтавская региональная кухня Это прежде всего кухня основана на мясе домашней птицы Курица, утка, гусь Ведь когда спрашивают, почему именно полтавская кухня Это домашняя птица Ну если представить себя на 200, 100 лет назад, 200 лет назад Ну примерно Получается, холодильников нет Да, держали свинью У кого получалось Но что такое забить свинью? Забить свинью можно Но куда деть мясо? То есть засолить сало и так далее и тому подобное Поэтому те, кто держал поросят Их в основном забивали перед большими праздниками Рождеством, Пасхой А повседневная кухня Складывалась Из приготовления блюд из домашней птицы Потому что, грубо говоря Взявши тушку курицы Семья покушала день-два Не нужно ни холодильника, ничего Теперь мы добавляем лук-морковь Все нарезано достаточно таким крупным кубиком И когда у нас слегка уже обжаренное мясо Мы можем смело посолить Так что по поводу приготовления блюд И моих мастер-классов на территории ресторана Ивад провинции Следите за рекламой в фейсбуке Единственное, я могу сказать, что 5 января Я буду варить опашнянский борщ На дымной груши и опашнянском черносливе Это наши региональные специалитеты Чернослив и груша Которые сушатся в старых печах Имеют слегка подкопченный вкус и запах И подобного я не встречал нигде Здравствуйте, как раз люди приходят на Бограч Самое интересное, что Мы начали варить в 11 утра Бограч будет где-то часам к двум Потому что мясо нужно хорошо рассушиться Картофель разварится, овощи должны распуститься в бульоне Тогда мы получим тот вкус, который должен быть у этого блюда Лук, морковка, мясо у нас жарится Теперь добавляем Картофель Если кому интересно пропорции То на Бограч я беру все фактически один к одному То есть Если вы берете килограмм говядины Значит килограмм свинины Килограмм баранины Килограмм картофеля Килограмм лука Килограмм моркови И даем картофелю немножечко прижариться вместе с нашим мясом Затем обязательно чеснок И свежий болгарский перец Или сладкий перец Кто как его называют Прижариваем это буквально 3-5 минут Он как чесночок запахнул Жалко, вы не можете понюхать Как это замечательно пахнет Уже хочется кушать Хочет сырое А? Слюни декут Слюни декут Однозначно вырыз И теперь когда у нас почти все ингредиенты Почти потому что это еще не все Добавляем самый главный ингредиент бограча Это паприка Молотая паприка Которая готовится из сладкого красного перца Она обладает специфическим таким запахом, вкусом Ну и конечно цвет Ой, как запах Да Пахнет, как говорится, с ног сшибательно Ай, красота И теперь мы можем смело долить воды По морозу у нас теперь осталось еще один мой маленький секретный ингредиент Который я очень люблю Но мы его добавим почти в самом конце И фактор времени Час пятьдесят И можно будет к нам подъезжать с тарелками И угощаться бограчом А пока, пока он кипит, пока варится Мы сварим с вами мой лечебный чай Как видите, здесь у меня уже кипит водичка Я специально ездил на рынок Купил сухой черноплодной рябины И смесь красной рябины И бузины Теперь дадим ему Добавим немного липы Короче, честно, липа домашняя Я сам собирал Потому что я люблю специалитеты Люблю то, что я делаю Но люблю вкусно покушать И добавляем сахар Для того, чтобы он был сладенький, вкусненький И ждем, пока он закипит Как только закипит, мы его снимем Дадим немножко настояться Добавим обязательно лимон Для того, чтобы добавить в этот чай витамина С Ну, я просто опять стесняюсь Рассказать вам о том, какие здесь шикарные запахи Ну, это правда, это действительно пахнет очень вкусно Кипяток убивает все витамины в наших чаях Так что Даже когда вы дома завариваете чай Постарайтесь охладить воду до 90 градусов Тогда вы сохраните все, что в нем есть Полезного и вкусного И перебитый лимон Так, теперь последняя проба чая И отправляем его настаиваться Да То, что доктор прописал Очень То есть, чтобы такой бульончик липкий был Как вам чаек? Ой, замечательно Все очень вкусно Вообще, молодцы, супер Я с куткой Это мне, пожалуйста Ну, как говорится, как говорит Быстро сказка сказывается Долго дело делается Два часа прошло И наш бограч почти готов Мясо растушилось Один из моих любимых ингредиентов Это фасоль Фасоль была сварена отдельно Без соли Для того, чтобы разварилась Иначе просто никак Я когда-то Еще будучи студентом Имел первый опыт Хотел приготовить лобио Ну и сразу посолил фасоль Пять часов тушения И, к сожалению, фасоль мягче не стала Все осталось Теперь, чтобы с фасолькой прокипело Картошечка у нас почти вся разварилась И если Вам будет видно Консистенция бульона Такая, вот знаете Подтянутая За счет паприки Разваренной картошки И фасоли Ведь я такой бульон непрозрачный Так, осталось дождаться, чтобы закипело И кинуть зелень И в принципе Можно будет приглашать людей На дегустацию Готовили его три часа К нам доехали люди Которые активно пользуются Фейсбуком В фейсбуке прочитали Так, приятного аппетита Не забудь пожелать Так, Александр Обязательно Ну, не могу себя не похвалить Вкусно Я уже Чуть попозже Сначала людей надо покормить Потому что ждем еще одну компанию Которая отписала, что приедет Ну все Всем удачки Пока Субтитры сделал DimaTorzok